всем привет друзья с вами снова я господи боже как же как же тут жарко еще 7 утра нет блин на улице что здесь будет твориться в обед короче сегодня первый день настал моего дикого трипа о прикольно таксисты короче валят в нарды какие-то и что-то уже мне кричат ладно идем идем узнаем короче почем такси центр города вот заодно вот они вы короче что-то играют how much is for the city так 22 доллара такси а что-то чтобы сказали типа не 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 посмотрим я тут видел знаки ground transportation значит автобус должен где-то здесь быть недалеко на самом деле прилетел я сюда ночью поздно не выспался нифига обошел полностью все терминалы все гейты подлокотники на абсолютно на всех креслах были подлокотники ничего такого плоского где мог бы разложиться не было я в общем пытался как-то поспать в кресле и все это закончилось довольно печально потому что я не упаковал очки в футляр пытаясь как-то так в раскоряку поспать поломал линзу своих новых очках линзы достаточно дорогие у меня есть два варианта первый либо везти их домой в минск и там менять линзы второй вариант я здесь нашел одно место официальный короче магазин где продаются оправы парше дизайн я уверен что они могут поменять линзы вы просто вопрос времени я здесь остаюсь только на четыре дня у меня есть запасные как бы такие они совсем простенькие то мои рабочие очки буду пока в запасных ну конечно очень-очень обидно короче нашел я остановку автобусную вот наверное мой автобус ола омач интер интер консиненталь сам фуан going and going into reggae the net 5 it's someone every day is number 5 the driver is to someone you go to reggae so this is this is t5 right yeah but go it don't make it to reggae it goes here no next bus t5 also ok thanks а мне нужен был автобус т5 вот приехал автобус т5 он говорит куда вы едете я ему объяснил куда я еду но он говорит я типа туда не едет вам нужен следующий игры какой следующий тоже т5 он говорит да тоже т5 ждем следующего хорошо я все понял на остановке кстати ничего нет ни расписание никакого не табличек какие маршруты ходят на следующий автобус только он уже не t5 d53 но тем не менее показал короче водитель остановку он сказал да я туда еду проезд здесь стоит 75 центов кстати валюта в пуэрто-рико та же самая доллар сша потому что это является территорией сша неинкорпорированная организованная территория по идее цены должны быть ниже чем на материке проезд шарлотте стоит 2 доллара 20 центов здесь 75 центов кстати у меня он ничего не принял потому что ехать здесь всего лишь пять остановок и он сказал как бы езжай так едем сейчас место где офис по аренде машин потому что в аэропорту арендовать машину слишком дорого а в пяти остановках это рапорта уже дешевле поэтому мы проверим как там автобусы такие намного проще чем шарлотте даже такие сказал подраздолбанные немного едем видим за окнами пальмы попробуем арендовать машину потому что здесь также как в сша у всех машины и общественный транспорт он практически не разве поэтому попробуем рентгарус машину тем более что нужно подъехать в топ магазин который занимается оправами и оптикой водила входит в повороты просто как бешеный автобус на форсаже едет вот вроде как бы и сша и не сша интересно указатели такие же дороги хуже номера такие же машина по сути можно считать это 51 штатом здесь ходит доллар здесь есть покрытие такой же связи то есть меня тот же интернет даже сеть что и на материке и тенте зона домашняя и никакого контроля кстати не было никакие документы ни паспорта не green card никто ничего не проверял это просто как будто вы летите из одного штата в другой пригнал в лабораторию который занимается линзами отдал свою оправу и они мне обещали поставить линзы до завтра будет пластик там типа с антибликовым покрытием у меня было до этого стекло может быть поэтому так легко она треснула сначала хотели 220 долларов за всю работу и линзы вместе но потом я сторговался до сотки потому что 220 это слишком дорого они мне поставят линзы и обещают что все будет круто я надеюсь только что не сломают не оправу потому что это старые мои реальные очки просто запасной вариант они уже прям даже скользят они не сидят на мне стекла все зацарапаны и вообще как я буду флиртовать с пуэрториканками в таких очках но это не дело нужно возвращать нормальное я сейчас не в самом сан хуане а в каком-то маленьком городке я проехал вглубь острова здесь есть такие типа горы и есть такая одна погодная особенность интересная на побережье нет ни одного облачка а в центре острова где вот эти вот горы покрытые тропическими лесами и там все время идет дождь вот там все время реально льет ливень я через него проезжал местные сказали тоже что это норма там в центре всегда такой микс а по краям острова все круто светит солнышко климат очень жаркий очень душный вышел буквально две минуты назад из места где кондиционер работал я уже весь мокрый мне уже трудно дышать я иду в машину чтобы запустить кондиционер машину я взял в аренду хундай элантру ничего особенного машина простая комплектация у него барабан ничего интересного нет о как внутри дичь сегодня обязательно пойду в бар и возьму себе ром со льдом как не пить ром со льдом это в жарком сочном пуэрто-рико пуэрто-рико друзья я подвез мужичка он ехал в городок фахарда это вот буквально пару километров отсюда а я ехал на пляж здесь находится один из самых крутых пляжей мы пока еще к нему не добрались но уже уже почти вот как-то так выглядит океан камера не передаст ну цвет прикольный цвет реально вот бирюзовый и песок вообще такой гладенький обалденный мы проходили знаки что здесь запрещено купаться потому что место очень опасно и сразу уносит в океан здесь очень сильное течение девчонки не купаются они просто так могут зайти буквально по колено ну его нафиг как-то жизни здоровье важнее тут и скалы и песочек все такое сразу вместе мы сейчас подберемся еще к одному пляжу который чуть покруче очень душно было идти мы шли через джунгли там на голову прыгают игуаны вот этот мужик которого подвозил сказал что их едят и он их ел тоже и на вкус она реально очень похоже на курицу не знаю я не пробовал может когда-нибудь попробую пробирались полтора часа мы прямо лазили по всем вот этим вот скалам вдоль берега вот прям вот оттуда видите да там вдалеке вот оттуда мы полтора часа карабкались я вообще весь мокрый эти скалы они такие пористые по ним на самом деле трудно карабкаться они острые еще там внизу нужно было осторожно там были морские ежи я сделал пару фото и вот эта соль на мылом океанской воды вода испарилась а соль осталась то есть можно прямо добывать соль пляж этот называется плая скандида один из самых крутых пляжей дорога к нему закрыта я вижу там людей как мне объяснил чувак они как-то там попали ну вообще дико но дорога основная которая к нему вела она закрыта потому что здесь недавно был ураган здесь конечно очень красиво тоже вода лазурная такая приятная и хотелось бы пробраться друзья туда но вот эти скалы это уже слишком там они ответственные я подумаю насчет того как туда попали эти люди я все-таки хочу туда попасть рано или поздно сейчас придется полтора часа опять идти назад спустя долгое время мучений мы карабкались по этим несчастным скалам пробирались через какие-то джунгли через траву через хрен пойми что вот выглядящие так но мы в итоге попали на этот пляж да он действительно прикольный здесь офигенная водичка такая прозрачная и красивая и людей здесь нет как я уже говорил потому что здесь запрещено категорически купаться океан мне кажется спокойным чего-то птички гоняют и даже кто-то на вертолете у кого есть деньги может быть кто-то просто заказал обзорную экскурсию персик хочет сесть прямо на пляж я только что оттуда ушел вот это дела мой попутчик там с кем-то болтает песочек такой офигенный офигенный такой прям как тесто пальм нет иногда попадаются так изредка в основном такие заросли сейчас осталось вернуться к машине и наверное добраться до хостела потому что я если честно больше сегодня уже ничего не хочу я даже не знаю пойду ли вечером гулять я там поселился в кандада это типа один из самых мажорных районов сан-хуана ребята гоняют я по крайней мере счастлив сюда попал это круто ребята путешествуйте пока есть возможность вот мы наконец выбрались пляже вот пожалуйста пуэрто-рико вот так живут люди обратите внимание детская площадка ничего вам не напоминает эхо ссср качели из покрышки вот эти люди они покупают здесь просто кемперы а еще я выяснил по поводу вертолета который заснял раньше дорога которая такая ведет самая прямая самая короткая она на самом деле упирается в дом губернатора и вертолет этот губернаторский то есть губернатор там живет вот прямо недалеко от пляжа хорошее место себе выбрал до добрался наконец-то до своего хостела я не знаю все они не хочу уже ничего делать я уставший по стул такой ничего для людей дизайбл такая штука на самом деле сейчас на первый хостел в котором я такую штуку вижу такой ресепшен на ресепшены кстати работает кондиционер причем работает хорошо а вот здесь почему-то его нет поэтому здесь здесь очень душно и здесь я сидеть не хочу здесь у нас находится карта мира я уже кстати отметился что я из беларуси так тут у нас кухня вентилятор работает но от этого не легче здесь все равно очень жарко он не помогает смысла нет на окнах решетки везде даже на на верху решетки на соседних зданиях на некоторых есть на не на нет ну тут комната ничего особенного типичный как бы хостел буквально шесть коек шесть коек есть маленькие типа сейфов которые можно что-то закрыть холодильничек ну я ничего не закрывал потому что я доверяю людям и я надеюсь что все будет круто и никто мне ничего не возьмет я расположился там внизу кондиционер они включают на ночь там типа с 11 до утра сейчас работает и это хорошо это меня радует потому что я здесь не вынесу без него просто невозможно есть у нас такая наверху терраса и здесь можно просто делать чилл аут пить пиво коктейли наслаждаться свежим воздухом наслаждаться видами район этот считается типа крутой здесь недвижимость стоит дороже всего в городе сюда обязательно еще вернусь чтобы употреблять какие-нибудь напитки а может буду их употреблять где-нибудь в другом месте а может ничего не буду употреблять сейчас помоюсь и лягу спать запарковался я кстати там на другой стороне блока запарковался просто на чем-то свободном спать и я попросил у хозяина и он сказал что да здесь можно парковаться потому что везде желтой линии тоже стоят метры паркоматы здесь конечно дешевле чем сша немного но не так чтобы сильно на самом деле здесь цены там не ниже в три раза нет нету такого чтобы они были там вообще смешные как беларусь можно считать что это сша но не с большими с такими небольшими налоговыми послаблениями пола вот пришли у нас тоже пришли у нас короче полицейские что-то проверять все я погнал мыться и может быть уже до следующего дня я устал я ухожу